Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня будем делать вот такую клемму для аккумулятора. Как вы можете наблюдать, вот в такой программе Autodesk Inventor Pro 24 я сделал клемму по точным чертежам с обычного аккумулятора автомобильного. И, соответственно, переходим на рабочий стол и будем ее, собственно, пытаться создавать. В общем, что нам понадобится? Вот такие метчики для нарезания резьбы. Соответственно, напечатанная 3D-модель. Такая же модель, залитая из гипса, но она нам сейчас не пригодится. Штангель-циркуль. Штука для измерения резьбы. Вот такая вот. То есть, с помощью нее мы можем определить, какой шаг имеет резьба. В данном случае 1,75 и диаметр 12 мм. Соответственно, для чего? Нужны измерительные приборы, чтобы посмотреть, померить все. Дальше нужен будет вот такой метчик, чтобы нарезать в клемме резьбу подходящую. Она, соответственно, тоже подходит идеально. То есть, 12-я резьба. М12. Вот 1,75, да? То есть, шаг мы угадали, соответственно. Такая штука. Стоит рублей 100-200, но, поверьте мне, облегчает работу в 100 раз. Будем пытаться делать вот такую клемму. И клемма должна вот так вот накручиваться на вот такую аккумуляторную банку, литититонатную. То есть, литититан. Такая вот красота. В общем, смысл в чем? Какая идея заключается в чем, да? Были у меня тут изначально изготовлены вот такие формы. То есть, чтобы сделать гипсовую деталь, сначала посмотреть, как получится. В итоге вот этот плюсик, к сожалению, отвалился, но форма получилась. Теперь задача какая? Наверное, возможно, закрутим саморез мы вот сюда, да? Или что-то типа того. Окунем это дело все в гипс, оно застынет. И в эту форму попробуем залить свинец. И посмотрим, что получится. Снизу, соответственно, нужно будет просверлить отверстие и нарезать вот такую резьбу. В будущем я, наверное, прямо эту резьбу сделаю в самой модели. Пока что первый вариант. Будем пробовать делать так. Итак, готовы к заливке гипса и замешиванию смеси. Вкрутил в пола пластик вот такой саморез. И, соответственно, все легко заходит. Далее. Две столовые ложки гипса взял обычного. Немножко воды. В чашке это будет, кстати, как раз таки форма. И нужен нам, друзья, будет вот такой затвердитель. Ну, точнее, преобразователь гипса. То есть он сделает форму более крепкую. В общем, сейчас на глаз немножко сюда добавим. Совсем чуть-чуть щепоточку, я думаю. По идее, смесь должна дольше затвердевать. Только по идее. Но она, к сожалению, что-то слишком жидковато получилась. Как следует надо размешать. В общем, воды много я добавляю по привычке. Потому что опыта еще, к сожалению, мало. И можете посмотреть. Смесь выглядит вот так. Сейчас немножко начнет схватываться. Я, наверное... Просто она, наверное, плавать будет. Да, она будет плавать. Надо, короче, ее этот... Сейчас пускай затвердеет немножечко, схватится. И мы засунем вот это туда, чтобы она уже там в нем осталась. Короче, добавил я еще две ложки, друзья. Что-то прям вот, ну, жидко и все. Проверяю, что вот видите, до какой каши надо. В общем, жидкости добавляйте вообще мало на самом деле. Потому что я так вот положил, да, и прям, ну, маловато было. Теперь опять качественно пытаюсь размешать все это дело. Смесь, насколько я понимаю, дольше живет с такой присадкой намного. Все, теперь, по идее, должно держаться. Вот, ну, тоже выплывает, к сожалению. Да, не знаю, что делать даже. Держать-то я вряд ли так буду ее долго. Ну, ладно, посмотрим. Итак, друзья, прошло где-то, ну, может быть, минута, да, я ее просто придерживал. И уже гипс вот стал схватываться. То есть, она уже сама держится. Так, что я думаю теперь? Пускай пока держится так. Так, надо сразу замыть вот эту посуду и все рядом, чтобы оно не засралось. Залил, короче, некоторое время назад форму в чашку и не смог ее вытащить. Вот такую форму заливал. В общем, добавил усилитель гипса вот такой, СВВ-500. Так, в общем, гипс из мягкого, как вот обычный гипс, да, он даже, короче, воду перестал впитывать. Я вот его пытался разломать. О, кстати, такое ощущение, что он двигается, но нет, видимо. В общем, смысл в чем? Эта добавка делает гипс как бетон. То есть, он вообще, вот он стоит сутки уже вторые в воде где-то, вот он даже не красится. Гипс превратился в бетон, блин. Так что заливайте вот в такую форму, а не в чашечку, чтобы не испортить. Ну что, друзья, вот результат. Наконец-таки досталось чашке заготовку, которая была сделана. Она отмачивалась более двух дней. Вот это вот я высверливал шуруповертом. Еле-еле удалось достать из чашки. И знаете, на что это похоже? На бетон, друзья. То есть, ее невозможно расковырять просто. То есть, такая крепость и такая гладкость. Вы посмотрите. Добавлял вот эту присадку. И я вам честно скажу, не ожидал. То есть, по сравнению с этим гипсом, это как будто мел просто. А гипс тот же самый, самый дешевый. Это просто бетон. То есть, вот этим можно, я не знаю, пушку зарядить вместо снаряда. И она не сломается. Офигеть. И вот здесь края такие острые были, как будто какая-то керамика. То есть, по гладкости это вот, ну, чашка реально. То есть, если сделать чашку, то вы, наверное, с нее можете, ну, просто без закалки, без ничего, просто пить чай и кофе спокойно. Так, сейчас будем заливать вот такую полуформу вот сюда в посуду. Ладно, надеюсь, что хорошо получится у нас. Да, вот хрен знает, как пузырь убрать. Там, скорее всего, пузырь может образоваться. Давайте вот так сделаем. Так. Ага, и формы тут ровной не получится. Понятненько. Не знаю, как тут получится. Дерьмо, короче, вышло полное. Ладно, посмотрим все же, что получилось. Прошло где-то 15 минут. Сомневаюсь, что получилось то, что надо. Кстати, форма, блин, горячая стала. Что-то есть такое подозрение, что мы опять ее не вытащим отсюда. Давайте проверять. Так. Края уже забетонировались и отваливаются. Так, давайте уберем лишнее. Посмотрим. Все, в форме каюк. Ну, не вытаскивается. В принципе, хорошо сделалось. Как нам вот верхушку снять? Вопрос. Я просто думал, что сделать. Две такие половинки залить. Но, походу, пока не получится так сделать. Что-то неудобно получается. Надо как-то нам вот эту сраную форму залить. А как нам ее сделать, не понимаю пока. Надо будет посмотреть. Слушайте, она уже как кирпич стала. То есть уже твердая. Как вот нам ее вытянуть теперь? Ну, все. То же самое песня, короче. Не вытаскивается. Короче, друзья. Хотел залить в итоге вот так форму, да? Половину вот такой формы. Залил ее. Таким образом. Вот так. То есть получилось-то неплохо. Ну, тут уже поломалась она. Но не делайте так, короче. В общем, херовая затея. Лучше, короче, сделаем вот такого плана заливку. И будет нормально. Все, это просто на выброс все идет. В общем, короче, использовал пластилин вот такой, чтобы сделать половину формы. Намазываю этим мылом. Беру вот так кисточку, макаю воду. И намазываю вторую часть нашей формы. Чтобы она не прилипла. И сейчас будем заливать гипсик. Ну, и форму, соответственно, тоже нужно намазать. Что ж, потихоньку начинаем заливать. Так вот заливаю. Ну, и все. Остаток мы выкинем нахер. В общем, половина формы заливается. Потом мы убираем пластилин. Делаем то же самое с другой стороны. Так, ну что. Спустя время заливки шаблона, вот что получилось. То есть, была жидкая гипсовая смесь. И все схватилось. Стало крепенькое. В общем, теперь разбираем с этой стороны. И будем делать то же самое опалубку. Ну, чтобы две части вот так снимались. В общем, разобрал форму. Вот так выглядит у нас заготовка. Сейчас опять промазываю мылом. В принципе, эта штука вытаскивается. Делаем верхнюю часть. И также вот опалубкой вот так. И, в принципе, должно получиться круто. Сейчас будет заливка, в общем, второй части формы. А также промазал и положил другую форму. Посмотреть, что будет, если у нас останется излишек. Так, смесь готова, в принципе. Порошок перемешан. Так, все здесь залито. И заливаем здесь форму. Так, вот что получилось. Она прям жидкая, как сметана. Ну, и здесь тоже форма утопилась. В принципе, на пластилине держится. Так, пузыри уберем. Так, здесь нету. Но все, ждем застывания. И посмотрим, что получилось. Это мы моем. Новый день, новая задача. Сегодня будем пытаться заливку сделать. В общем, как вы помните, у нас вот такая форма есть. Форма клеммы аккумулятора, сделанная на 3D принтере. Сделал я вот такую гипсовую форму. Она, к сожалению, получилась что-то какая-то слабенькая. Но сама форма, она соответствует. То есть, клемма у нас как бы получится правильная. Только вот трещина есть. Вот, теперь что мы делаем. Снова закрываем все это дело. И вовнутрь вот сюда будем заливать жидкий свинец. Также, друзья, сразу приготовьте какие-то защитные приборы. У меня здесь специальная такая маска полностью на лицо, чтобы жидкий свинец случайно не попал в глаза или в лицо. А тут у меня сам свинец находится вот в такой баклаше. Специально покупался для похожих целей делать какие-то вещи. Хотел я его отпилить ножовкой по металлу вот такой. Но что-то подумал, что его отчекрыжить вот таким образом. Вставляем отвертку и бьем молотком. То есть, небольшой кусочек мы себе возьмем и будем плавить. Ну что, я готов к заливке свинца. Так, ну что, масочка одета. У меня похожая на скафандр. Полностью защищает лицо и голову. Отколупнул свинца вот столько. Нужна какая-нибудь посуда. Кладем это вот так. И ставим все это сейчас на газовую плитку. Так, будем ставить сюда. Здесь будет у нас разливная горловина, скажем так. Вот, и все. Запускаем газ. Так, форма почти готова. Надо резинками сейчас стянуть все это дело. И, конечно, как-то закрепить железными брусками. Чтобы она держалась вот так ровненько. И держалась именно. Все, в принципе, готово. Пока плавится металл, скажу вам следующее. Чтобы не надышаться, ну просто, да, когда делаете что-то. Включите вентиляцию обязательно. Это вообще минимально. Хоть даже металл не токсичный никакой, да, особо. Ну, если дышать. Главное, чтобы тут ничего не перевернулось у нас. В общем, ждем расплава. Обжег форму. В общем, выглядит теперь вот так. Пластмасс этот сраный снял. Теперь нужно ее помыть. Я думаю, чтобы была чистенькая. И поставить на плиту. Так, смотрите. Прямо сейчас происходит момент, когда металл, свинец размягчается. Вот здесь можете наблюдать. Опа. Вот так и плавится свинец. Большой кусок будет вот этот дольше плавиться. Ну, по понятным причинам, что энергомасса, ну, чтобы нагреть его, да, потребуется гораздо дольше времени. Вот так вот проверяем. Так, пошло дело. Практически расплавилось. Главное, используйте маску для защиты. Я вон сижу вот так вот в маске, чтобы было безопасно. Вот он превращается в жидкость металл. В жидкую форму. Ну, в принципе, и готово. Сейчас будем делать заливку. Так, начинаем заливку. Все, заливка произошла. Немножко мимо попал. Немножко шипело, кстати говоря. Но, все, пускай стынет. Посмотрим, что получится. Кусок формы, возможно, отлетел. Так что, от этого маска нужна. Ждем, пока стынет и посмотрим, что получилось. Настало время посмотреть, что у нас получилось. Отнимаем все это добро. Здесь, кстати, внизу влага появилась под вот этой формой. Значит, все-таки в гипсе какая-то влага была, и она вышла. Форма выдержала. Вот что могу сказать. Гипс, кстати, я намудрил. Я сделал его очень жидкий. То есть, реакция не произошла. Получилось даже с затвердителем. Он как мел получился. Посмотрим сначала вот это. Вот рядом заливка была, да? То есть, очень хорошее качество пока блямбуса получилось. Но за пределы формы ничего у нас не вытекло. Что радует. Так, резинки не сгорели. Опачки. Слушайте, а качество очень даже гуд получилось. Так, снимаем. Снимаем форму. Форма практически такая же осталась. Прямо один в один. Так, форму мы... То есть, форма из гипса, место быть, скажем так. Так, она еще горяченькая. Но вот такая клемма получилась. Немножко низ не пролился из-за того, что, видимо, пузыри пошли. Но даже видим, вот плюсик, да? Слушайте, ну получилось. Реально получилось. Она, кстати, горячая. Вот даже шовчик, да? Смотрите, какой маленький шовчик получился. Здесь чуть-чуть побольше. Но на уровне погрешности. Эту штуку мы просто откусим пассатижами. Либо так отобьем. В общем, неплохо получилось для первого раза литья свинца в форму. Опыт считаю успешный, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Он несколько дней длился, потому что то формы делал, сушил долго, то еще что-то. В общем, такая красота получилась. Продолжение следует...